Здравствуйте! Вот под этим названием дело тёмное или египетское. Вообще, значит, Египет это что-то такое тёмное и загадочное, таинственное тёмное страна. Отсюда расшифровка старинного словаря, химия, наука тёмная или египетская. Вот что такое есть химия, оказывается. Мы решили под этим вывеском о разных тёмных делах, которые так или иначе связаны с Египтом, но их, так сказать, во времени и пространстве они уходят от него очень далеко, поговорить. Но начали мы действительно с некой такой загадки, которая связана с египетской цивилизацией, с той древней египетской цивилизацией, которая появилась, в общем-то, неизвестно откуда, неизвестно как. Ещё, видимо, в дописьменный период там уже государственность какая-то существовала, мощная организация, которая могла себе позволить возводить дамбы для задержки паводковых вод, скажем так, да, значит, разлив Нила использовать для сельского хозяйства. В общем, это нужно было кому-то ещё придумать. Вот кто придумал, как придумал? Вот загадка. Потому что, на самом деле, египетская наука, она постоянно вот эти все тысячелетия существования древнеегипетской культуры топталась, находилась в тупике. Математика не развивалась, анатомия, при всём при том, что они вскрывали мёртвых во время их мумификации, совершенно фантастическими, так сказать, сведениями располагала, значит, про функции сердца, там и про мочевой пузырь, совершенно фантастические сведения были у древних египтян. И вот захотели мы с вами поговорить ещё об одном чуде египетской цивилизации. Это о таком вот периоде, который неожиданно хорошо оказался, скажем так, и проиллюстрированный археологическими находками. Период фараона-реформатора Эхнатона, полезный богу Атону, полезный Атону, который сделал, так сказать, в египетском обществе некую революцию, цель и задачи её не совсем ясны, этой революции, но они сводились к перемене, скажем так, к ликвидации некого, скажем так, разделения властей. Потому что де-факто всё-таки в Древней Египте существовало некое разделение властей. Какие? Власть фараона и власть духовной, религиозной, власть жрецов. И вот власть жрецов, она была очень, так сказать, разнообразна, не знаю, как, что лучше сказать, плюралистична или демократична. Плюралистична, наверное, потому что в каждом номе, так назывались вот районы Египта, существовали свои культы религиозные, свои боги. Соответственно, у этих богов были свои служители, свои жрецы. Со жрецами мы, люди 20-го и 19-го веков, связываем какие-то достижения в науках, но это мы связываем, как было на самом деле, неизвестно. Неизвестно, как было на самом деле, потому что загадка заключается в том, что, в общем-то, видимо, жрецы наукой не занимались. Если они её хранили, может быть, но ничего нового они в науке явно вся египетская цивилизация не совершала. У них был календарь. Нужно сказать, что он возник ещё в дописьменный период, этот календарь, как сейчас считают. Он год делился на 12 месяцев по 30 дней, плюс один месяц дополнительный, состоявший из пяти дней. Ничего про високосные годы у египтян не было, поэтому каждый год, каждые 4 года, все события, связанные с временами года, относительно вот этих дней года сдвигались на один день. Вот, представляете, за 120 лет на целый месяц убегала природа от нас. Вот так вот. Тем не менее, по звёздам они ориентировались, но только чисто утилитарно ориентировались во времени по звёздам. У них, значит, верным симптомом того, что скоро наступит разлив Нила, служило наблюдение над горизонтом Сириус. То есть, когда над горизонтом начинал появляться Сириус, значит, всё, значит, вот, скоро бы ужди разливы Нила. Ну, специально они за этим делом следили, наблюдали. У них были очень развитые погребальные культы. Отсюда у них, собственно говоря, первая мистерия, да, так сказать, по-европейски, или, говоря по-нашему, первая пьеса, которая у них регулярно ставилась во время похорон каждого, видимо, более или менее значительного человека, а может быть, и менее значительного тоже. Мы сейчас это проверить не можем, потому что обряд мумификации у них был широко распространён. Богатых людей упаковывали, укладывали, значит, в саркофаги, значит, в саркофаг, в саркофаг, как, так сказать, матрёшка, что-то такое вот. А бедных хоронили, бывало, просто без гробов. В более поздние времена, когда технологии развивались, сделали что-то типа саркофагов из папье-маше, что-то вот такое вот были саркофаги, удобные, очень хорошие, в тамошнем климате хорошо хранились, кстати. Кстати, существует целое кладбище, такие мумии, которые хранятся либо в одном деревянном саркофаге, либо, вот как вы правильно говорили, саркофагов из папье-маше, и зачастую было такое очень яркое местье. Они хранились на одном большом кладбище, пробраться в могилу бывшего врага и отвернуть ему голову. Вот это вот прям было самым таким любимым занятием. И причём мумии очень сильно пострадали, ну вот, когда Египет уже был открыт, и во времена алхимиков. Потому что из мумий делались разнообразные средства от всех болезней, и просто мумии вот толклись в порошок и принимались внутрь. Даже мумии изготавливались из свежих покойников, выставились в какое-то определённое время и выдавались за настоящее. Кстати, слово вот это мумия, она, или мумийё, означает асфальт на арабских языках. То есть это вот асфальт, вот эти вот асфальтоподобными веществами обмазывали свеженького покойника, так сказать, казнённого, да, значит, преступника. И вот из него изготавливали мумии. Вот у врачей это было очень популярно. Помните, мы как с вами толковали о, значит, египетских врачах эпохи средних веков, эпохи крестовых походов, так сказать, маймонит такой, помните, у нас был персонаж. Вот он, значит, возможно, эти мумии использовал в лечении от всех болезней, каких только, значит, требовали заказчики. Да, ну так вот, давайте на картинке поглядим. У них было понять, да, и вот эта вот погребальная, значит, церемония заключалась в том, что разыгрывалась книга мёртвых, это сценарий. Значит, каждому покойнику, достаточно состоятельному, по заказу писался этот сценарий с его именем, там, где вот он назывался своим именем. Значит, и представление профессиональные артисты, которые, мы сейчас их называем артистами, которые участвовали в похоронах. И концовка всей этой истории с похоронами, с книгой мёртвых, как ему называют эту пьесу у нас сейчас, это был суд Осириса, или страшный суд по-нашему. Значит, когда Анубис, значит, взвешивает, так сказать, сердце покойнику. Вот, видите, оказывается, так сказать, сердце было не только генератором семенной жидкости, но ещё и как-то, значит, совесть там как-то была. Видите, как переплеталось, интересно, у них взгляды на анатомию и физиологию. Как-то интересно всё было. Вот их взвешивали, значит, легче определённого веса или тяжелее, значит, в ад. Его разрывали на куски тут же этого мёртвого, значит, якобы там на том свете. Если нет, то... А почему легче, это плохо? Если тяжелее, простите, слишком тяжёлое сердце, значит, тяжелее, чем положено, отягощено грехом. Значит, вот такая вот эта... Если одинаковая или выше, то легче, то, конечно, в рай. Там, где, ну, не в рай, то есть там такой новый мир, поля, там, где вот с тобой ваши деревянные слуги, которых вы взяли, будут вам прислуживать ушепти. Да, да, да. Богатый человек с собой брал, значит, ответчиков, в переводе, значит, на русский язык, это с древнеегипетского ушепти, значит, ответчик. Такие куколки что-то, типа лавянных солдатиков, но побольше размером. Они там, значит, вот по ним как раз сейчас изучают, ну, как сказать, ну, рабочие специальности древних египтян. Ну, то есть там люди всех специальности, что могут богатому человеку понадобиться, сохранилось в основном это у фараонов. Могилы фараонов, конечно, тут же грабили при возможности, поэтому все ценное забиралось. И вот к тому периоду, к удивительному Эхнатона, относится, во-первых, единственный город египетский заброшенный, который он построил для поклонения, значит, для поклонения... Богу Солнца. Богу Солнца, солнечного диска, вот, Атону. И там остались мастерские скульпторов, вот, в частности, скульптор, даже фамилия его известна, тут Мосс, который очень любил ваять Нефертити. Если хотите, можете придумывать, что у них с Нефертити был роман, хотя это не про них совсем писано. Вот здесь вот недоделанная головка красавицы Неферт, красивая, пришла Неферт. А это вот ее дочка, вот какая она хорошенькая, у нее было шесть дочерей. Вот это вот одна из дочерей, по-моему, это будущая жена фараона Тутанхамона. Вообще Тутанхамон сначала назывался Тутанхатон, значит, он тоже был посвящен Атону. Вот, очень много людей в ту пору, которые взошли с помощью Эхнатона, значит, они назывались Сделанной Эхнатоном. У них так вот длинное было имя, связанное, значит, с Эхнатоном, да, Сделанной Эхнатоном. Я хочу вам сказать, что вот после смерти, к сожалению, Эхнатона, вот это все искусство, и, ну, искусства, может быть, нет, а вот все наработки, сделанные этим великим правителем... Да, и искусство в течение нескольких поколений было утрачено. Оно было утрачено, потому что было очень много недовольных. Бывшие знати, бывшие жрецы, и вот это вот такая вот определенная домашность в искусстве, вот это вот, ну, портрет двух дочерей... Такая интимность, да, личность. ...то вот это, конечно, было утрачено. И фараон опять стал таким вот гигантским правителем, далеким от подданных. Причем, надо сказать, что существует такое мнение ученых, что с Нефертити в последние годы своего правления фараон расстался. У него не было сыновей, и он женился второй раз, и от второй жены у него было двое сыновей. То ли один, то ли два, так вот грамотно. Однако некоторые ученые утверждают, что все-таки эти сыновья были от Нефертити, и она так оставалась у его любимой жены. То ли Нефертити стала на трон посягать уже, как отдельная правительница, и поэтому ее удалили. Может, просто умерла от болезни. Может, просто ушла в отставку, как говорится. Вот мне хотелось бы еще сказать о Хадшипсут. Хадшипсут. Ну, это замечательная дама, Хадшипсут. А, мы же не закончили в прошлый раз о Глазе. Ну, это у нас изюмина, это мы рассказываем вам не сразу. Вот давайте на дочек посмотрим. Вот вы видели одну дочку, такая даже симпатичная. А это вот еще одна из дочерей, ну, вылитый папа, как говорится, так сказать, папа литой. Заметили, да? Вот как она похожа на их Натона. Дочка такая, да, вот она. Так вот, одна из дочерей, которую я вам раньше показывал, получше которой была, это, кстати, Нефертити. Видите, у нее поскромнее корона, чем у мужа. Тоже красавица такая, да? А это вот Эхнатон, который жертву приносит. Вот что-то он там из кубка, значит, приносит какую-то жертву, богу, божеству, так сказать, солнечного диска, который сверху вот эти вот лучики с руками на концах к этой чаше тянет, да? Вот, вот Нефертити со своим Эхнатоном, она его так по подбородочку ласкает, а сверху их всех ласкает руками в солнечный диск, им свои лучики тянет. Вот она. Такая строгая красавица Неферт. Вот это очень такая, у меня вот впечатляет вот это вот изображение, очень такое реалистичное, такая вот Ню, Нефертити, значит, обнаженная, симпатичная, есть, это не самый удачный ракурс, с которым сфотографирована эта статуэтка, достаточно небольшая, да? Но вот говорят, что тут вот оплывшие формы женщины, родившие шесть раз. Не знаю, так вот говорят. А по-моему, очень симпатично, Нефертити, как Нефертити. Так вот, когда Эхнатону Бог прибрал, Эхнатону, когда Бог прибрал, на трон, женившись на дочери Эхнатона и Нефертити, взошел Тутанхатон, который быстренько сменил свое имя на Тутанхамон. Он был мальчиком девятилетним, жена его тоже была девочкой маленькой, тогда вот, видите, вот женились, как и во времена няни Татьяны Лариной, вот в таком вот юном еще очень возрасте. Вот няня Татьяны Лариной, если помните, она говорит Татьяне, это из Евгения Онегина, кто не знает, что она что-то была там восьми лет, что ли замуж выдана, а ее мужа было на два года меньше, кстати. Но это просто, скорее, так обручались они в том возрасте, естественно? Ну, не знаю, вот этих вот тут поженили, вот в таком вот раннем возрасте. Они очень дружно жили, по всей видимости. И вот, когда, значит, кто-то крутил им, как хотел, кто-то им, как хотел, так и крутил. Между прочим, не сразу он взошел на трон два года. Два года историки теряются в догадках, что это было. Действительно ли правил Эхнатон, или уже от имени Эхнатона правили его советник и Нефертити. Вот это божественное Нефертити все-таки пристроилось кем-то там, так сказать, поправить. У дочки Нефертити тоже была длинная судьба. Она пережила своего мужа и снова вышла замуж. И вот этот вот новый правитель, престарелый такой дядька-человек, вот он-то как раз и правил страною очень долго. И при нем вот этот вот излет вот этой вот революции культурной Эхнатоновской завершался. Значит, постепенно умирали, так сказать, мастера, которые работали вот в этой манере. Причем отчего умер Тутанхамон, доподлинно сказать нельзя. Да, вот по поводу смерти Тутанхамона и вообще по поводу его могилы очень сильно повезло. Оказывается, он как-то неожиданно умер. Ему быстренько-быстренько организовали импровизированные похороны. Быстренько-быстренько где-то нашли какую-то свободную гробницу, видимо, для кого-то заготовленную, для другого, не ждали, что он так быстро умрет. Его там быстренько похоронили, причем спешили очень хоронить. Видимо, сама по себе процедура прощания была очень трогательной, драматичной, потому что вот, значит, в одном из, значит, на мумию его жена, видимо, положила букетик пылевых цветов. Девушка там в Египте нашла пылевые цветы, ну вот цветы, ну вот надо положила такой букетик трогательный, так сказать, выходящий за пределы обычного обряда. Вот так вот, молодая, юная, там где-то ей было 15 или 18 лет. Они же были мальчики, дети, школьники, понимаете? Прожили вместе фактически всю свою жизнь, там где-то с 9 лет до 18. Вот так вот умерли. Так вот, кто-то им крутил и вертел, неизвестно кто. Так вот, прежний культ Атона был ликвидирован, восстановлены были прежние все культы. Он был, даже имя сменил, значит, использовался, значит, ОМОН, да, вот туда вставлено было вот это вот верховное божество прежнее. Но не единственный бог, теперь опять уже ликвидировано было монотеизм. Опять и вернулось и, так называемое, язычество. Вот мы... Да, от чего он умер, да. Значит, окажется однажды при рентгеноскопическом исследовании о мумии, и где-то в голове обнаружили металлический предмет. Значит, его, говорит, убили, там вот это обломок чего-то, да. Более поздний исследователь утверждает, что это на самом деле никакой не, значит, обломок оружия, которым убили. Это не очень аккуратно производилась мумификация. Вот этот кусочек инструмента, которым из черепа удалялся мозг, там, значит, остался, отломился кончик. Нашли у него, так сказать, перелом одной из костей. Утверждало, что это было связано с процедурой изъятия мумии, значит, из саркофага, когда археологи в 20 веке ее обнаружили, вот такую вот нетронутую гробницу. То есть она была тронута, но не разграблена. Почему? Да, почему. Сама гробница находилась фактически под землей, а сверху на ней впоследствии был построен небольшой поселок, в котором жили люди, строившие другую гробницу для другого фараона. Впоследствии кто-то добрался и узнал, что там находятся сокровища, и проломал в стене, в дверь, да, проломал в двери дырку и просунул, видимо, руку со свечкой. А вот прямо под этой дверью сидела огромная такая черная собака из дерева сделанная, это бог подземного мира, и причем у него глаза такое, ну, фосфорицировали. Они инкрустации с мелкотолченным стеклом. Да, и, видимо, он как-то так напугался, что бросил свечку и убежал. Да, и вот тысячелетия, до них никто не добрался, пока не добрались археологи, так же не спугались. Ну, конечно, это было сенсацией. Да, и что только там не было, когда в Москву приезжала эта коллекция, значит, тут все стояли на улице на морозе около Пушкинского музея, там все простужались, но вот стояли насмерть. Я так и не стоял там, я пожалел свое здоровье тогда по молодости лет. А потом это вошло в традицию, стоять вокруг Пушкинского музея в очередях. Долго еще жила традиция, зимой люди стояли. Когда заходили в тепло, говорили, как хорошо, что у нас в Москве все-таки есть такой музей, видимо, где можно отогреться от мороза московского. Так вот, это вот, да, и стали считать, что Тутанхамон-то умер от перелома ноги. В общем-то у него не сросся перелом, дескать. Ну, это очередная гипотеза, от чего умер молодой человек. Тутанхамон так и не сказала нам наука, но он был исключительно роскошно похоронен. Трон там его был. На спинке трона такая трогательная сцена, прогулка в саду, так говорят. А может, и не в саду вовсе. Но вот, обратите внимание, сверху все тот же самый диск солнечный. Почему-то как-то это, ну, диск вот этот вот Атона. И вот эта вот, так сказать, дочка Нефертити со своим юным мужем тут изображены. А это вот они тоже, дочка Нефертити с юным мужем. Это створки ларца тоже из погребения. Вот они гуляют. Видите, у юной дочки Нефертити красивые ножки видны. Там все как положено для прогулок. А это, значит, такая костяное опахало, скажем так. Охота на страусов. Тутанхамон охотится на страусов. И собака, кстати, с ним вместе. Это вот тоже похожий стиль, но несколько более поздних веков. Но это уже не Тутанхамон своя подружка. Это вот кто-то из их потомков. Кто-то из их потомков. Вот такая вот история вышла. Это, кстати, трон его, который ему, чтобы справить в загробном мире, приспособили. Пожалуйста. Значит, у них был такой порядок. У них что-то очень много было душ. Я не помню сколько. Одну из этих душ человеческих элементов души называли Ка. И вот это вот Ка должно было где-то жить. И вот для того, чтобы Ка не бродила бестолку, для него делали вот такую вот скульптуру. Для Тутанхамона эту, значит, скульптуру сделали из какого-то мягкого материала. Что-то типа алибастра, видимо, судя по фотографии. А обычно делали из базальта. Чтобы не приведи бог, ничто не могло ее разрушить. Чтобы это базальтовое вот это вот вместилище. Ка, чтобы Ка не ходила по земле, не искала себе, где бы ему вместиться. Вот такая вот штуковина. Погребальная маска Тутанхамона, симпатичный мальчик. Такой очень симпатичный, глазастенький, с приделанной бородой. У них вообще было положено приделывать бороду. А вот сверху это вот платок у него так. Условно полосатый платок так изображен. А на лбу укреплен урей. Урей – это, значит, змея. Видите, вот там вот изображение змеи. Рядом что-то там с соколиным клювом какая-то тоже змейка. Вот это вот его корона, властители верхнего и нижнего. Причем зачастую все вот эти вот персонажи, они как-то старались голову стричь, ну, очень сильно. Потому что было жарко. И мужчины и женщины носили паики и пользовались косметикой. Подводили глаза. Там считалось, что это помогает от пыли. Там украсили губы, ресницы, берили лицо. Это очень потрясающе красивые предметы, вот искусство сохраняясь. Ложечки, да. Ложечки, туалетные, туалетные. Красивые, в которых размешивали вот этих ложечках косметики. Вот для чего нужны в туалетах ложечки. Вот, но очень-очень красивые такие вот были персонажи. И парики были очень распространены из войлока. И поэтому, то есть фараон вот здесь, почему на нем так хорошо сидит платочек? Потому что он лысый. Ну, не лысый, а просто остриженный. Остриженный, коротко остриженный. В ту пору уже хоронили не в таких вот огромных сооружениях, как пирамиды Хеопса. Это все было в прошлом. Что-то такое было для них почти такое же древнее было для Тутунхамона, как и для нас. Вот вы представляете, какая была древность? Давно была потеряна память об этом Хеопсе, Хуфу. Каков он был. Это была личность уже совершенно легендарная. Так же, как вот эта вот тоже пирамида Хеопса. Да посмотрите лучше на картинку, что на меня глядете? Вот, так же вот это вот такая замечательная пирамида. Его Геродот называл злым демоном. Да, его Геродот считал, что это злой демон был, который всех эксплуатировал. Но Геродот сам его не видел и не знал. Вот наверху, верхняя часть, видите, облицовки сохранилась. Белокаменный пожелтел. А эта другая пирамида, значит, нет, та же самая, вот ведь освещенная ночью. Потрясающе красивая, кстати, опера Аида ставилась в долине этих пирамид. Да, Аида, пирамиды. Несколько миллионов человек собрала на просмотр. И очень красиво, конечно, всё это было. Жалко, что я не видел. Туалет, знатные египтянки, вот такие молоденькие девушки, мелкие. Они не потому мелкие, что это дети, потому что она важная, а они вот менее важные, чем она. Там у них вот на таких условных рисунках, это вам не рисунки эпохи фараона Эхнатона, это вот такие, тут всё как на чертеже. Вот, обратите внимание, ноги показаны в профиль, торс в фаз, голова в профиль, глаз на голове в фаз. Да, вот так вот это всё сделано. Очень странно. А вот это вот ложечки, знаменитая туалетная ложечка, это вот в нашем Пушкинском музее есть. Это та самая ложечка, под которой я стеснялся лет 20 или 25 заглянуть, а оказывается, надо было заглянуть. Там рисунки на ней есть. Это зеркало, оказывается, эта красавица татуировку имела. Не только вот там на спине повыше ягодицу, у неё такая вот, как пояс татуированный. На ногах очень красиво. А у них на ногах там изображён такой добрый божок Бесс. В книгах его почему-то называют Бесс, а вот на выставке, где на которой я увидел татуировку, его называли Бесс через букву Е. Вот такая вот красавица плывёт. Паричок он несъёмный. То есть это видно, что это как, ну, потому что она как бы стриженная такая. Нет, ну это из разных материалов ещё у тебя сделано. Каждый материал из своего цвета, это не то, что покрасили там. Это вот парик съёмный, да. Причём, значит, вот парик надевал... Голова поэтому не имела никакой формы головы, там был такой штырь, на него надевался парик. И вот это были такие заготовки у них париков. Так, у нас называется «Рассказ по картинкам», как в младшей школе. Вот я вам хочу двух показать, так сказать, песцов. Один песец – это где-то современник, наверное, Хеопса, современник строительства пирамид. Вот он так вот сидит, готовый к написанию. Глазами ест своего начальника, работодателя. Вот. А это вот, да, вот он так вот ест его работодателя глазами. Вот такой сытенький такой, не худенький, да, заметили? Кузатенький немножко. Всё так у него, всё при всём, кормленный. А вот это вот песец более поздних времён. Более поздних времён, так где-нибудь лет за 200 до Нефертити этот песец жил. Как видите, у него нет никаких... Это важный какой-то песец, важный чиновник, видимо. У него нет с собой инструментов, у него вот такая вот какая-то одежда из плессированной ткани, да. Вот такой вот замечательный, значит, человек стоит, песец, да. А вот тот самый бог подземного мира, который с собачьей головой изображался, вот он типичное его изображение, но это с какой-то погребальной пелены, по-моему, бога Анубиса. Вот. Украшения египтяне обожали. Да, особенно важным украшением это были печати, кольца с печатями, которыми запечатывались мешки. Ну, там делалось глиняная печать, чтобы мешки не были вскрыты. И вообще просто ставился оттиск. И важно был жук-скоробей. Вот очень важно, это жуки-скоробей, главное, обереги для египтян. Вообще, видимо, жукам-скоробеям они так удивляли очень египтян своим мудрым поведением. Они скатывали шарик из навоза и катили его куда-то там к себе закопать, туда яички отложить, забота о потомстве. И, может быть, вот глядя на жуков-скоробеев, человечество изобрело в лице египтян колесо. Может быть, отсюда вот такой идеальный шарик у скоробеев катается. Вот такие вот замечательные вещи они изобретали. Кстати говоря, ювелирным делом у них занимались специальные люди, карлики. У них были маленькие пальчики, у этих вот карликов. Им было удобно монтировать разные сложные, значит, ювелирные изделия. Они очень обожали ожерелья разного рода, вот. И глифическое письмо. Помните, в прошлый раз я вам говорил про загадку, почему это у живых они не изображали именно левый глаз. Только правый глаз. Почему они оставили рисунок недоделанный, это понятно, чтобы душа раньше не перешла в тело. Так вот, тайна, оказывается, вся заключается в египетских иероглифах, на самом деле. Оказывается, всё человечество, все люди, все представители нашей сообщества мирового человеческого, делятся по большому счёту на две группы. Левополушарных и правополушарных. Те общества, где большая часть правополушарные люди, пишут иероглифами. Правополушарные люди, у них ведущий глаз левый, он не главный глаз, левый глаз. У левополушарных, а и таких людей большинство там, где пишут буквами, у них ведущий глаз правый. Оказывается, глаза с полушариями головного мозга связаны крест-накрест. Вот так уж получилось. Вот такая вот загадка, разгадка. Ну вот, в принципе говоря, в каждое тысячелетие египетская история приносила свои формы иероглифов, свои формы письма. И до времён эллинистического Египта, который был, значит, греки вместе с египтянами, проживающие вместе с ними, да, вот это вот те времена, сохранилось три вида иероглифа, скажем так, наиболее парадные, вот типа вот этих иероглифов, какие-то вот попроще и совсем скоропись. На базе этих иероглифов народ, который сейчас называется копты, это такой, значит, христианский народ, который живёт в Египте. Это потомки тех самых египтян, ну, видимо, смешавшиеся уже с другими народами, которые, значит, жили вот во времена строителей, так сказать, пирамид, во времена реформ Эхнатона и во времена красавицы Нефертити, её дочерей. Это вот надписи на камнях, сделанные тоже иероглифы, их уже никуда не выведешь, ничего, они наиболее известны были, такие вот картинки. Гадали, что же они означают. Вот, оказывается, это такая вот означает вполне конкретные вещи, слова, которые надо было, удалось прочесть не сразу. Это, кстати, была загадочная таинственная вещь, сами эти иероглифы, разгадка об этом отдельная тайна. Это вот математический папирус, объём усечённой пирамиды, учат вычислять. Когда задача заканчивалась, решение, там, значит, писали, ты сделал это хорошо. Сам себя ученик хвалил, ты сделал это хорошо. Может быть, учитель. А может быть, учитель действительно прорисовывал парочку иероглифов. Это вот богиня неба Нут, да, вот она так вот, а внизу земля. Вот так вот они символически всё это дело изображали. Это старинные египетские изображения, а у нас рассказ по картинкам. А это, пожалуй, самая древняя египетская древность. Есть фараон, который ещё носит корону Верхнего Египта, такая, что-то похожее на бутылку, и как бы, какая ещё Египет не объединён. Вот он кого-то, так сказать, там, поверг, какого-то вот носатого за волосы его держит и занёс над ним булаву свою. Вот это вот самый такой вот ранний период, ранний период египетской истории, вот отражён на этой, так сказать, палетке, так это называется. Красивый сад с цветами. Это из одной погребальных камер преемников Тутанхамона. То есть пока ещё художники, вскормленные вот этой вот культурной революцией Эхнатона, не ушли в песок около пирамиды. Причём многими учёными Эхнатон ругается, что вот он разрушал культуру египетскую и навязывал какие-то там свои формы. Да, да, ругают. А это вот тоже по следам вот этих Эхнатоновской культуры плакальщики изображены. По-моему, это вот каменная плита. Это из Пушкинского музея в Москве, да? Это отдельные были плакальщики, сословия людей. Артисты по-нашему. Артисты, которые должны были сопровождать вот такую процессию криками, ах, на кого ты наш покидаешь. Да, не только, они же участвовали в разыгрании вот этой всей книги мёртвых. И самое главное, похороны были не на первый, не на второй, на третий день, а, по-моему, на сороковой, на пятидесят. Нет, как бы не больше, потому что там очень несколько было, скажем так, школ мумификации, разные способы. Там засолка использовалась, когда, значит, в соль уходила вода, это вот явление осмоса, по-моему, называется. Да, и причём везли на таких вот как бы быках, всё это к пирамиде, всё это вот так плакалось и... Ну, было, да. ...ключалось, чтобы всё это так привлекало людей, в процессе присоединились люди. Артисты, господа артисты. Да. Кстати говоря, вот тех самых коптов, которые существуют и до сих пор, и существует, так сказать, коптская христианская церковь, вот, посмотрите, изображение. Изображение – это бог египетский, по-моему, в гор называется, да? Поражающий копьём крокодила. На что это нам похоже? Георгий Победоносис. Георгий Победоносис поражает копьём змея. И вот обратите внимание, именно в тех же всё это дело ракурсах, разворотах, единственное, что у нас, по-моему, на наших копейках змеи нынче не под копытами коня, а, значит, в стороне от коня, по-моему, находится. Кажется так. Ну вот, вот, видите, вот по мотивам, вот к чему, оказывается, у нас на копейках изображение изображается. А это вот ещё один такой стиль появился формальный у египтян. Это он царил и после Эхнатона, вот посмотрите, как против Эхнатоновской культуры, как всё это бедно. Вот так вот, с строчками такими изображается изображение. Вот там, значит, плакальщики идут, вот там, значит, дары несут, вот ещё чего-нибудь, вот тут суд Осириса, вот фараон сидит. Вот всё как положено. Причём Осирис очень интересная была фигура, бог подземного царства. Он был очень жестоко убит своим родным братом. И его расчленён, и куски были разбросаны по реке Нил. Жена Осириса и Зида и его малолетний сын собрали его бога по кусочкам, и бог пришёл и сверг своего жестокого брата. Осириса предлагали сделать царём Египта, однако Осирис отказался и ушёл править подземным миром. И вот такая вот двойственность рождения и умирания была в обрядах египтян. То есть помимо того, что он был бог подземного мира, он отвечал и за земледелие. Он нарисовался таким зелёным лицом, то есть вот семена они сажают, кладутся в землю, как будто умирают, а потом прорастают, снова оживают. То есть вот смерть природы, её воскресение. Да, но причём вот явно видно Осирис и Аид, очень видно, явно видно вот это вот такое преемственность греческой культуры от египетской. Его жену-то звали Изида? Изида, да. И вот Изида постепенно, говорят, у греков превратилась в Афину. Афина Паллада, это вот как преемница греческой, греки заимствовали свою культуру в какой-то... Причём Изида ведь была и у Аида была жена, которая тоже также помогала ему, Персифона. Поэтому просто... Но Персифона он похитил где-то. Персифона-то она, жена-то жена, но это... Это да, да. Её похитили где-то тут, добыли, утащили. Это такой излюбленный сюжет эпохи, которая после возрождения была. Эпоха просвещения, она же эпоха порнографии, в общем-то, в живописи. Тогда всё-таки, как картинки были с голыми, с обнажённой натурой двусмысленной. Всегда так это, у них так было. Ну так вот, вот как получилось, что подряд такой вот большой клок эпохи из истории Египта, вырванный, да, хорошо прописался археологическими памятниками. До него и после него всё было по-другому. Может быть, и в серединке были разные, может, и вот в те места, которые плохо прописались, тёмные места египетской истории. Видимо, там были совершенно потрясающе интересные события, совершенно потрясающе интересные личности, потому что ни один раз за эти тысячелетнюю свою историю Египет подвергался завоеванию иноплемённых народов. На века он попадал под их владычество. И были случаи, когда часть Египта сохранялась, так сказать, власть фараона, часть была под пятой оккупантов, столетиями причём. О том всё возвращалось на круги своя. В частности, вот в один из таких эпизодов египетские фараоны использовали наёмное греческое войско для того, чтобы, значит, по порядок навести, разобраться со своими непрошенными гостями. Вот, видим, в тот момент греки как раз и в большом количестве обрели контакт с древнеегипетской культурой. Вот они туда и принесли себе всех этих Афин, Изиты и так далее. Вот что там тогда случилось. Были периоды, когда вообще менялось всё кверхтормашками. Аристократия уходила в пыль, в небытие и в прах. И люди из низов, значит, становились правящим слоем Египта. Вот такие вот революции случались. Ну, пройдёт несколько веков, и они уже становятся правящим слоем, перестают быть, значит, какими-то такими революционерами египетской жизни. Чего только не было в Египте. Всё это в основном осталось загадкой. Так вот, не меньшая, наверное, загадка. Это был такой период правления царицы Хадшипсут. Хадшипсут. Этичная история с её советником и архитектором. Который ей гробницу построил. Однако, цариться она сразу не стала сразу. У неё был муж, а у мужа был сын. Вот это, видимо, от какой-то всё-таки другой жены. Однако после смерти... Он был её пасын, так в наших документах. Хотя сейчас детали выяснить, конечно, невозможно. Это мы вам наиболее устоявшуюся, так сказать, версию. Однако после смерти мужа Хадшипсут, она оттесняет пасынка от правления. А по другим данным, при жизни мужа, она и мужа, и пасынка от правления оттеснила. Да. И начинает править Египтом. Причём правит достаточно властно и достаточно запоминающийся. Потому что пасынок её, когда пришёл на престол, он повелел всё, что напоминает о царице Хадшипсут, все её имя сбить со всех памятников, всё разрушить. И несмотря на это, мы помним, то есть её вот какие-то, видимо, застройки какие-то, её походы были просто потрясающе запоминающиеся. Она отрядила очень большую экспедицию в современные Сомали, видимо. Такая страна-пункт. Вот никто не знает, где это такое, да? То есть можно придумать всё, что угодно. Сейчас склоняются к мысли о том, что египтяне в своих вот этих вот исследовательских экспедициях забирались даже до экваториальной Африки, а нанятые египтянами финикийцы обошли вокруг Африки. Вот так вот обошли вокруг Африки. Но это никак не повлияло на их постоянную жизнь. У них была такая египтоцентрическая философия. Что у нас называется гелиоцентрическая система мира Коперника, Галилея, да? И есть там, где геоцентрическая система мира Птолемея, а это была египтоцентрическая система мира. Вот Египет, как вот схема такая мира и больше ничего, снизу, сверху вниз течёт Нил. На юге вверх, на севере низ. И когда египтяне попали в Междуречие, Тигр и Ефрат, это Ефрат и Тигр текут наоборот с севера на юг. В общем, такая тенденция. Они были удивлены, как эта река течёт снизу вверх. Но потом они оттуда ушли и забыли про это. По-прежнему у них всё равно какая-то неизменность такая. Вообще очень интересно было для нас, египтяне очень непонятно. У них было три вида числа, то есть три вида как бы существительных. А нет, у них, значит, есть... Да, единственное число. Это имеется в языке. Да, единственное число. Там кот, множественное число коты. И как бы двоичное число, то есть пара. Мы говорим пара котов, а вот как они говорили, мы сказать, наверное, не сможем. Украинский язык в истории человечества. Но они, правда, ничего не могут на нём сказать. Они просто знают, что вот как вот разгадан был язык, это очень интересная тоже проблема, считается, что египетский язык, если на что похож, то похож на язык, так сказать, коптов. Вот этих вот коптов, народа, который живёт в Египте. И, так сказать, коптская церковь, такие вот христиане, которые в значительной степени сохранили обычаи и традиции ранних христиан, первых христиан. Такая вот история. Наше время очень, кстати, заканчивается. Вот нам пора кланяться. А в следующий раз мы поговорим и о Хадшипсут, и о тупиках, в которых Египет оказался, и почему он в них оказался. Вот такая, может быть, не всегда политкорректная будет у нас в следующий раз беседа на эту тему, потому что о тупиках цивилизации говорить, да, представляете, как этот тупик, он был принципиальный тупик в этой цивилизации. Да, причём очень сильный тупик. Очень сильный тупик. Всего вам доброго. До свидания.